Всем привет! И так что же новенького на доме 2 и за периметром? Саша Черно нашла на кухне накладку на живот. Реквизит Оли Рапунцель. И это действительно было в эфире. Ну а на самом деле эту накладку уже, как пишут в комментариях, таскают по всему периметру целый год. Кто только её там не примерял. Так что этой сенсации грош цена. У Ольги Орловой, оказывается, есть кавалер. Это 50-летний и успешный бизнесмен по имени Валерий. Вот какой сюрприз он подготовил любимой. А приходилось ли вам принимать ароматную ванну с лепестками роз? Юлия Ефременкова опровергает слухи о своём увольнении. Она пока в отпуске. Возможно, это отпуск с последующим увольнением. Многие зрители надеются на это. В первые же дни отпуска она с мамой посетила косметолога. Того же самого, который делал безоперационную ринопластику Иосифу Аганесяну. Этот доктор стальной хваткой взялся за домовских. Косметолог сделал Юлию лазерное омоложение кожи и дополнил её биоревитализацией. Подкожными инъекциями, препаратом на основе гиалуроновой кислоты. После процедуры исчезают морщинки, кожа становится упругой, гладкой и свежей. Юля почему-то отказалась от анестезии, поэтому уколы были болезненными. Мама Юли тоже омолодилась. А в видео из Инстаграм Юли можно посмотреть, как девочкам делали процедуры. Ссылка в описании к ролику. Там можно послушать дивный смех Юли, посмотреть, как они сходили в кино. Зал был абсолютно пустым. Мандезир так целовал Юлю, так целовал. Это, в общем, надо видеть. Мама Саши Гобозова не верит в то, что её сын нашёлся. Хотя журнал «Дом-2» и утверждает обратное. Женщина появилась в комментариях в одной из моих статей про Сашу. Или же эти комменты пишет её старшая дочь Марина, но не в этом суть. Так вот, журнал «Дом-2», она считает, опубликовал непроверенную новость о том, что Саша найден. В журнале напечатали эту статью, ссылаясь на чей-то звонок. Сашу они не видели, с ним не общались. Я поверю только фактам. Если увижу и услышу, что Саша сам добровольно нам сообщит с мужем, что он не хочет нас видеть. А пока мы в полном отчаянии и будем его искать. Так что, если вы знаете, где находится Саша Гобозов, помогите его матери. Ира Пингвинова объяснила, почему не делает зубки. Не обращается к врачу-ортодонту. Всё просто, у девушки нет на это денег. Пусть те люди, которых так волнует этот вопрос, переведёт Ири 900 тысяч рублей на карту. И в тот же день она сходит к зубному врачу. В комментариях пока нет желающих финансировать новые зубы Пингвиновой. Но зато предлагают помочь удалить старые. В ближайшем выпуске журнала Дом-2 нам расскажут все подробности свадьбы Мандезира и Юлии Ефременковой. Ах, как интересно! Ждём с нетерпением. Новая тема на проекте сегодня в эфире. Юлия Белая провела исследование. Она лично оценила размер достоинства Сергея Захарьяша. Девушка была в ударе. Когда Олеся и Сергей уснули, она пришла к ним и положила руку на его инструмент. И главное, Женя Ромашов это видел. И вот эту тему будут муссолить налобным. Ольга Бузова рванула в отпуск по слухам в Таиланд с новым другом Давидом. Наконец-то девушка отметит день рождения с любимым человеком. 20 января Ольге исполнится 34 года. Оля и Давид уже добрались до места назначения. Говорят, что вилла шикарная, двухспальная кровать тоже шикарная. Это то, о чём Оля так мечтала. Потому что она не спала весь полёт. А не то, что вы подумали. Валера Блюменкранц, по слухам, встречается с Анной Левченко. Аню вернули на поляну. О романе бывшего мужа проговорилась в прямом эфире Тата Блюменкранц. А также редактор шоу «Бородина против Бузовой» Наталья показала подписчика Маню и предупредила девушку не связываться с хитрым Валериком. Как мы понимаем, у Блюменкранца и Захаровой ничего не получилось. Даже Тата подключилась, лишь бы благоверного не выпрели с проекта. Хоть алименты будет получать с этого никчёмыша, пишут в комментах. Белая и Скалон стали лучшими подругами. Девочки вместе злоупотребляют слабыми алкогольными напитками. И в итоге после этих посиделок не помнят половины происходящего. Юля нахваталась от Кати разнообразных словечек. В общем, попала под дурное влияние Скалон. Бедная Катюха, пишут в комментах, уже всех чертей у неё повесили. Белую же никто и ничто уже не испортит. Она сама кого угодно разбратит и проглотит. Тоже мне нашли непорочного одуванчика. А вот и закончилась дружба Оли Рапунцель и Розалии Райсон. Рапа рассказала про семью подруги всю правду. Шабарин беден, скуп, он не дорожит браком, имеет скверный характер. А Розалии приходится самой приобретать себе одежду, чаще всего по бартеру. Розалия, в свою очередь, обещает выложить про бывшую, теперь уже подругу, всю подноготную. У неё имеется какой-то на неё компромат. Да мы про Олю знаем больше, чем она сама, так что угомонись, доходяга ушастая. Также в сети пишут о том, что пара Литвинова и Брянской – абсолютная фикция. Очевидно, что у них договорняк, хоть они и заявляют, что хотят построить крепкие, счастливые отношения. И даже не прочь принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион». А вот на одном из форумов появилась информация о том, что Брянская получала за роман с Бекужевым 300 тысяч рублей в месяц. Работа была несложной, а девушке требовалось появляться с Антоном на мероприятиях, публиковать совместные фото в Инстаграм, писать мимишные посты о любви к парню. И когда работа закончится, девушка сможет вновь вернуться на проект, что видно и произошло. Да и сейчас на проекте Брянская находится на особом положении. Она свободно может посещать съемочную площадку, может уходить за ворота и возвращаться, когда захочет. Женя Кузин и Саша Артемова до сих пор не представили публике свою дочь. Не только ее внешность, но и даже имя хранятся в строжайшем секрете. А Кузин говорит, что малышка получилась очень красивой. Я парень привлекательный, жена у меня красавица. Странно, если бы у нас был непривлекательный ребенок. Другая бывшая участница, Настя Лисова, теперь уже Шахиджанова, рассказала о покупке жилья в столице. Супруги хотят покупать две квартиры рядом. 157 квадратных метров стоит около 53 миллионов. Это недорого для Москвы, пишет Лисова. Ну молодцы, чё. Ух. Катя Колесниченко, которая недавно рассекретила своего мужа Алексея Солодовникова, продолжает публиковать совместные фото. Вот ребята отмечают Рождество вдвоем. Это очень мило. Вот они организовали новогоднюю фотосессию. Ловите нашу семью в полном составе. С любимым мужем, сынулькой и нашей мамулей Еленой. Свекровь. А это фото из Химкинского ЗАГСа, без фотошопа и фильтров. Тот самый волшебный момент окольцовывания. Здесь Алексей уже без телевизора, как на первых фото со свадьбы. Но зато с люстрой на голове. Солодовников тоже не отстаёт и публикует новые фото с женой и с сыном. Катя раскрутила инстаграм мужа по его просьбе. Просто Солодовникову стало скучно. Новое десятилетие, новые развлечения, пишет он. Алексей публикует странные большие посты размышления о потерянном времени, о бизнесе, о мироощущении, даже пишет про магию. На этом всё. Подписывайтесь, будем сплетничать.